Привет, друзья, с вами Vimes, и это Factorio релиз версии 1.0, спустя, по-моему, восемь с половиной лет после изначального релиза игры, в ранний доступ, не в стиме еще, и спустя примерно четыре года с того, как я в прошлый раз в нее играл на своем канале, делал прохождение и все тому подобное. Но на самом деле финальная версия, хотя и довольно сильно отличается от того, во что я играл, но при этом играется достаточно похоже, но тем не менее этот релиз все-таки имеет определенные отличия и является хорошим поводом сделать еще одно прохождение, так что давайте этим займемся. А тут есть обучение, свободная игра, всякие сценарии, по-моему, тут была компания когда-то в каких-то более ранних версиях, но потом ее убрали, осталась обучающая такая мини-компания, но это не то, с чем мы будем связываться, сценарии это тоже всякие испытания и прочие подобные вещи, вместо этого свободная игра это основной вид игры в Factorio, так что мы поедем именно в нее, и мы поедем в нее не с дефолтными настройками, а вместо этого мы поедем в железнодорожный мир. Потому что это немножко интереснее, во-первых, потому что с дефолтными настройками я уже делал прохождение, на старой версии, но все-таки, но во-вторых, потому что дефолтные настройки мне совершенно не нравятся поведением врагов и тем, как они работают, потому что к середине игры и тем более к концу она превращается в какой-то Tower Defense, потому что просто враги везде, они нападают постоянно, приходится строить типичные линии обороны, Если хочется куда-нибудь расширяться, то приходится сначала полтора часа ковырять мобов, чтобы освободить место, потом там строить типичные линии обороны и потом только расширять свой завод И это как-то не особенно комфортно А железнодорожный мир? Немножко это все меняет, но враги все равно остаются Конкретнее, богатые залежи ресурсов находятся далеко друг от друга, что побуждает к использованию железных дорог Кусаки не создают новых баз и не заселяют ранее зачищенные территории И это важно здесь То есть враги все равно есть, они все равно нападают Их все равно нужно убивать, чтобы расширяться Но при этом они не строят новые базы То есть если я что-то уже один раз зачистил, то мне не придется еще раз зачищать там же еще одну базу Что в принципе довольно часто приходилось делать в дефолтном режиме Кроме этого ресурсов больше, но они реже То есть частота у них понижена 33%, то есть в три раза реже спавнятся ресурсы Но при этом размер этих месторождений будет в три раза больше Что вполне неплохо Больше ресурсов это хорошо, но при этом на самом деле их не больше На самом деле их как бы в итоге столько же, просто они более раскиданы друг от друга Так что это то, что делает железнодорожный мир Кроме этого я еще потыкаю разные настройки карты В частности, я хочу сделать меньше покрытия воды 50%, масштаб оставлю 200 И то же самое сделать с деревьями Только не 200, а 150 А что это делает? Масштаб это то, какого размера Какие-то объемы воды, то есть там озера и все такое И насколько они далеко друг от друга А покрытие это сколько их как бы То есть типа если ставить большое покрытие Даже если масштаб маленький, то это будут везде просто мелкие лужи тысячами Если масштаб достаточно большой, то это будут большие озера тысячами Это особо неиграбельно Но если делать покрытие низкое, но масштаб большой То это будут здоровенные такие моря, озеры Но здоровенные же куски суши между ними То же самое деревья Большое покрытие, это просто лес везде Если масштаб при этом маленький, то это не лес, а непонятно что везде Просто деревья Деревьями все засранные Они там по 2-3 дерева через каждые 3 метра Если же делать большой масштаб, но маленькое покрытие То это будет немного лесов, но они будут достаточно большими И это мне кажется довольно интересным Скалы это одна из вещей, которой не было, когда я в прошлый раз играл И они меня немножко бесят, так что я поставлю их 50% И продолжительность тоже 50% В общем скалы это такая фигня, которая очень мешает строиться в начале И абсолютно ничего не делает в конце игры, потому что их можно сносить Так что поначалу они может быть будут небольшой проблемой Но из-за того, что их меньше На самом деле все будет окей, скорее всего Влажность и тип местности это в основном косметические изменения В том плане, что так будет больше пустыни Нет, больше травы Так будет больше пустыни В основном косметические, потому что трава немножко полезнее Ну, не столько трава, сколько нормальная местность, не пустыни Оно полезнее в том плане, что оно поглощает загрязнение И всякие подобные вещи делает Но в принципе это мало на что влияет То есть пустыня тоже норм И тип местности распределения красной пустыни и песчаной Я не уверен Я не уверен в чем разница, кроме визуала Но опять же, то же самое Ну и значение это то, насколько типа вот так вот будет Почти не будет пустыни Так вот почти не будет всяких лесов И будет сплошная пустыня А масштаб это то, насколько большими кусками оно будет Типа так будут здоровые пустыни и здоровые куски зеленой земли Так будет все мелко и вперемешку И тип местности то же самое Враги Вражеские базы включены Мирный режим я не трогаю Размер начальной области я, наверное, сделаю побольше Типа 150 или может даже 200 процентов Ну не, 150 нормально Экспансия кусака отключена, потому что железнодорожный мир Эволюция включена, потому что включена Если Почему-то тут нет подсказок Но если понижать что-то из этого То отключаются некоторые ачивки По идее вот эти вот два параметра конкретно Ну и также мирный режим И может быть эволюция Размер начальной области точно на это не влияет И экспансия кусак тоже, насколько я знаю Ну, она на это не влияет Даже в железнодорожном мире она по дефолту включена Выключена Ну да В общем Если делать меньше Количество или размер вражеских баз То некоторые ачивки нельзя будет получить Поэтому я это не буду трогать Начальная область это Зона без врагов вокруг старта И чуть-чуть побольше ее сделать имеет смысл В остальном Экспансия отключена Остальное я не трогаю И в продвинутых настройках я включу запись повтора Не уверен, насколько это нужно И насколько это мне когда-либо понадобится Но пусть будет От этого сохранения будут больше Но пусть будет И все Остальное я трогать не буду Загрязнения это все окей Можно было бы поставить множитель Стоимости технологий Чтобы там в два раза дольше все исследовалось И Оно в дефолтом варианте будет все очень быстро исследоваться Кроме конкретных Некоторых эндгеймовых технологий Но при этом Может быть в каком-нибудь следующем ране Я это все буду усложнять А также интересный вариант Включить очередь исследований всегда А не только после победы Но я ее почти не использую То есть по дефолту Очереди исследований нет И нужно именно их всех по одному То есть одно закончилось Нужно открыть меню исследований Выставить следующее Так можно поставить Что я могу их просто там поставить пять в очереди А они все по одному исследуются И мне не нужно никакие менюшки открывать Но в принципе это не так уж критично Так что пусть после победы То есть она у меня анлокнется Когда я ракету запущу И это по сути все настройки Я включу предпросмотр Это мне покажет, что я сгенерировал И я могу также Погенерировать еще немножко Тут я в принципе мог бы показать Как это все работает В том плане, что типа Если сделать Масштаб воды поменьше То будут такие достаточно мелкие озера Но достаточно частые Типа здесь одно, здесь одно, здесь одно Там какое-то, там какое-то И все там подобное Если же оставить масштаб 200 То как бы суммарно воды в мире Должно быть примерно столько же Но озер меньше Но при этом сами эти озера больше Хотя здесь это не так заметно А вот покрытие Максимальное Это воды дофига я на острове Это не очень хороший план А минимальной этой воды просто нифига нет Но Я оставлю 50% И я погенерирую немножко карт Пока не найду что-нибудь удобное Что-нибудь подходящее Что-нибудь, что мне нравится Пустыню, например, я не очень хочу Просто в том плане, что мне не хочется В пустыне играть Не в том плане, что это плохо И также еще один момент Который я совершенно не хочу Это вот такие вот вещи Когда у меня месторождение ресурсов Смешанное Это очень неудобно По сути, я бы даже сказал неиграбельно Я не знаю, почему дефолтные стартовые месторождения Могут так спауниться смешанными Но это очень бесит Потому что, по сути, в такой ситуации Я могу использовать только часть То есть это медь Оранжевая и железо Серая Синя В общем, железо И в такой ситуации я могу использовать только там Четверть, грубо говоря, этого месторождения меди Потому что если я буду ставить копалки Ближе к границе То они будут копать и то, и то И мне это придется каким-то образом разделять И фильтровать И это нужно целую сложную систему делать И не факт, что оно будет адекватно работать Даже если ее делать То есть вот такие вот вещи ужасны Если там маленький кусочек соприкасается где-нибудь Типа как вот здесь вот уран с железом Это в принципе пофиг Можно просто там оставить Не копать 10% этого месторождения И хрен с ним Но вот такие вот варианты немножко бесят Так что я погенерирую еще карты Посмотрю Когда я найду какую-нибудь, которая меня устраивает Я на ней буду начинать А пока что я это вырежу Процесс поиска Окей Вот эта вот карта выглядит достаточно неплохо Месторождения хорошо расположены Достаточно близко друг к другу Все разделены Так что это удобно И что очень приятно Вот здесь вот огромное Свободное пространство на севере В котором можно строиться Прямо сколько хочешь Там конечно немножко мобов есть Которых придется убить Также здесь есть достаточно близко к старту Несколько гнезд С которыми скорее всего стоит Достаточно рано Разобраться Скал много Но в основном вокруг спауна А дальше Может быть они не показываются дальше Совсем центральных Потому что их как Ну хотя вот здесь вот слева снизу Их дофига И справа снизу их дофига Но вот здесь как-то скал вообще нет В правом верхнем углу Но это плюс Так что Тут можно будет строить огромный завод И ничего не мешает Кроме мелкого-мелкого леса С которым легко разобраться Месторождения хорошие Базы врагов в принципе пофиг Разберемся Нефть к югу Нефть к северу Еще дополнительное месторождение Меди Достаточно близко снизу Железо Самое близкое вот это вот вроде бы Вторичное И оно не настолько близко То есть это в принципе можно даже без всяких поездов Просто так его копать И это не проблема совершенно Сюда ну придется либо сюда Либо сюда поезда отправлять Но все равно это достаточно близко Там еще есть В общем ресурсов хватает Всего хватает Так что этот мир мне вполне нравится Ну и собственно да У него есть сид Так что вы можете его скопировать Я напишу его в описании видео Вы можете его скопировать И играть на той же карте Если вы хотите Также тут есть строка Обмена карты Которая тоже скопирована По идее Насколько я понимаю Это этот же сид Только с уже заданными Всеми вот этими вот параметрами То есть если вы все эти параметры Также будете задавать Как у меня они заданы Как я показал То у вас будет абсолютно Такой же мир А так я пока что Эту строку тоже скопирую Она тоже в описании видео Если вы не хотите Руками вводить параметры То насколько я понимаю Так будет работать Ну да Давайте Начинать тогда Я надеюсь Ачивки у меня не залочены Из-за того что я там Что-то чуть-чуть меньше ставил Но сейчас мы это быстро выясним Играть Новая заставка Добавленная в версии 1.0 Все эпично взрывается И достаточно громко И собственно да Это режим свободной игры Ваша задача запустить ракету в космос В общем если вы не знаете Если вы впервые видите Факторио Суть в том что Мы не очень удачно Припарковали свой космический корабль На какой-то рандомной планете И теперь нужно Нужно построить ракету И что-то с этим сделать Так что да И у меня есть чувак За которого я играю И у меня есть инвентарь У меня есть всякие панели И прочие подобные вещи И всякие ресурсы И собственно Это по сути стратегия Но у меня есть чувак Первое Что я хочу упомянуть Во-первых Первое что я хочу проверить Это ачивки Насколько они залочены Ничего у меня не залочено Но я знаю Что вот эти вот лочится Которые пройти игру За ограниченное время Их нельзя делать Если у вас Меньше врагов И там еще какие-то есть Которые у меня Скорее всего уже выполнены Так что ладно С ачивками все окей Первое что я кроме этого Хочу упомянуть Вот этот вот хот бар Если вы играете Впервые в эту игру То у вас его не будет Он онлочится постепенно С анлоком всяких технологий Так же если вы играете Впервые Начиная там с какой-то версии Когда его добавили Потому что когда я запустил игру У меня его не было Запустил игру В смысле Там Пару недель назад Но фишка в том Что этот хот бар Он немножко помогает В частности Здесь есть например Возможность импортировать Чертежи других игроков И это вполне удобно И вполне нужно И эта возможность Залочена пока вы не откроете Технологию Робототехника По-моему И это немножко печально Причем когда вы откроете Технологию Это Этот элемент Ходбара Он для вас Онлочится навсегда Для вашего аккаунта По сути То есть во всех Следующих играх Он сразу будет вам доступен Можно счетырить Но не счетырить Можно открыть консоль И набрать там Слэш Унлок Через Дефис По-моему кажется Шорткад бар И оно вам этот хот бар Откроет Сразу же Без каких-либо технологий Это не считается Каким-то читом Это не закрывает вам Ачивки Ничего такого не делает То есть это просто Онлочит этот хот бар Консольная команда И опять же Тут есть всякие удобные вещи Типа возможности Там копировать что-нибудь Еще что-то делать Самое важное Это импорт строки Это то почему Почему я знаю Про эту консольную команду Потому что я хотел импортировать чертеж Но при этом У меня не было такой кнопки И при этом Чтобы получить такую кнопку Оно мне писало Что типа Оно нужно Открыть робототехнику На что я сказал Идите нахрен И пошел гуглить Консольные команды Но в общем да Теперь с этим разбрались Давайте Собственно Играть Строить что-нибудь И разбираться с чем-нибудь Сначала в лесу Условно И это на самом деле Небольшой минус Потому что тут Нифига нет камней И камни Это приятно и полезно Потому что Камни бывают Такие валуны Они тут в принципе Где-нибудь наверное есть А их просто значительно меньше Не в лесу Насколько я понимаю Точнее не в пустыне Но по сути В пустынях массово Спавнится валуны здоровенные Их можно примерно так Как я вот эти вот деревья Спиливаю Спиливать руками Это делается довольно быстро И они дают вам кучу камня И кучу угля В некоторых ситуациях То есть самые большие Эти валуны дают уголь И эти валуны Которые дают уголь Это очень хороший вариант Для того Чтобы вначале Налутать себе Всяких вещей Ну собственно Угля и камни Потому что Поначалу Нужно какое-то Количество угля и камня Чтобы начать Всякое производство Добывать его Немножко менее удобно Но видимо Нам придется его добывать Потому что Камней этих я не вижу Я вижу вот эти вот скалы Которые будут Немножко мешать Ну и я вижу Все остальное Что тут происходит Конкретно тут происходит Место рождения Железной руды Медной руды Угля Камни немножко ниже Тут также происходит Космический корабль Разбитый Который тут взрывался Из него можно залутать Несколько вещей В частности Из самого корабля Как я только что Случайно выяснил Можно залутать Восемь магазинов Что не помешает Не разбирая его Но также здесь есть Какие-то еще куски Из которых можно залутать Железные плиты Я почему-то Изначально думал Что эти куски корабля Нужно разбирать Но нет И это хорошо Потому что Разбирать его я не хочу Потому что Получить заново Этот обломок корабля Нельзя Если я его снесу Я могу его снести Чтобы он мне не мешал Но Это обломок корабля Это прикольно Пусть лежит Пока он не мешает По крайней мере Ну ладно Теперь у меня есть Восемь железных плит И теперь можно начинать Что-то строить В частности У меня изначально Есть что в инвентаре Во-первых У меня есть инвентарь Самый У меня есть парочка Хотбаров На самом деле Их не парочка Один-два Но На самом деле Три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-ноль Shift И цифры Переключает Конкретно Текущий хотбар И также Икс переключает Эти два местами Но также У меня есть инвентарь В инвентаре У меня есть Твердотопливный бур В инвентаре У меня есть Печь Каменная Немножко Древесины Которую я Нарубил По-моему у меня Единичка была Со старта Вроде бы И также Железные плиты Которые я на хотбар Ставить не буду Потому что они Мне нафиг не нужны Я освобождаю Не занимаю первый слот Потому что Я хочу иметь возможность Быстро одним кликом Освободить руки Так что я кликаю на единичку И у меня рука свободна Возможно в игре Есть какой-то более Удачный ходкей для этого Но я его не знаю Так что Мне удобно просто Оставить пустой слот На хотбаре Так что да Но первое что я сделаю После того как я Нарубил немножко деревьев Это возьму вот это вот железо И поставлю на этом железе Мой твердотопливный бур Поставлю прямо перед ним Ну вообще я сначала Объясню как он работает Это бур Он копает то что под ним Находится Когда я его ставлю Ну кстати не Он не отмечает зону В которой он копает Но он копает 4 клетки Под собой С них ресурсы он добывает И он их выкладывает Туда где стрелочка То есть вот на эту вот клетку Он выкладывает то что выкопал И для того чтобы он работал Ему нужно топливо Потому что он твердотопливный бур Я могу взять вот эту древесину И правой кнопкой сюда кликнуть И это затянет единичку топлива И он за единичку древесины выкопает 4 видимо Куска железной руды 3 скорее А причем он выкопал 2 на самом деле И потом прекратил Почему? Потому что он выкопал 1 И выкинул его из себя На землю Туда куда стрелочка И после этого он выкопал еще 1 И он не может его выкинуть Потому что там место занятое Он говорит Хрен ли я не могу выкинуть Я не буду больше копать Это то как тут все работает Если я подберу этот кусок То он Он кстати Да Он сразу же его выкинул Так что я подобрал 3 куска руды в итоге То есть я подобрал 1 кусок И у меня подобрался Сразу же второй Не уверен почему Но Может быть потому что Просто я не мгновенно Отпустил F Но суть в том что Да Он не может работать Когда ему некуда выкладывать То что он копает Для того чтобы ему было Что выкладывать Куда выкладывать То что он копает Я могу поставить сундук перед ним На эту клетку И он будет выкладывать в сундук И это хороший план Но более хороший план Это поставить перед ним Каменную печь И собственно Он тогда будет выкладывать Это все в каменную печь И каменная печь Она из этой железной руды Делает железные пластины Плиты Что вполне неплохо И ей намного на дольше Хватает топлива Раза в два Наверное Типа она Эта хрень за три Железа потратила Единичку Единичку дерева Эта хрень за три Железа потратила Меньше половины Единички дерева Так что сюда топлива Нужно меньше Я могу Взять правой кнопкой Половину текущего стака Или я могу взять Левой кнопкой Полный стак И также я могу Нажать control И нажать правую кнопку Чтобы закинуть Половину стака Или левую кнопку Чтобы закинуть Все что у меня в руке Я закинул 3 четверти, получается, сюда половину и потом половину того, что осталось в бур И остальное я кинул сюда И теперь отсюда я могу железные плиты забирать А тут нет такой ситуации, что этой хрени некуда выкладывать Точнее, она есть, но эта хрень не выкладывает куда-то эти плиты Она их оставляет в себе И в себе она может хранить 100 железных плит Так что тут такой проблемы, скорее всего, в ближайшее время не будет, что она забьется Так что это все хорошо Но теперь мне хотелось бы добывать больше, чем одним буром ресурсы Так что мне нужно построить второй бур Для того, чтобы построить второй бур, мне нужно каменную печь 3 железных шестерни и 3 железных плиты И всего сырья ниже написано, это 9 железных плит И 5 камней Так что я пойду и выкопаю руками вот этот камень Железную руду я тоже могу копать руками, но это не очень эффективно Камень на самом деле тоже копать руками не очень эффективно Но пока что у меня лишних буров на это нет Так что ладно пять камней у меня есть я строю печь и я строю бур на самом деле не обязательно это так делать сейчас я накопаю еще пять камня и покажу что я имею ввиду пять камня и мне нужно еще единичку железа железную плиту а я могу нажать alt и alt будет подсвечивать на всяких машинах то что в них есть как бы то есть она подсвечивает то что они делают конкретно подсвечивать железную плиту потому что она перерабатывает железо железную руду в железной пластины прямо сейчас не так критично но скажем если я поставлю сундук и положу в него что-то то это не будет подсвечивать то что в нем в общем лучше чтобы всегда был включен этот режим практически но то о чем я говорил я могу сразу кликнуть твердотопливный бур и она построит три железных шестерни печь и собственно это самый бур теперь у меня есть два твердотопливных бура и я хочу ими добывать уголь потому что дерево это не такой уж полезный и такой уж эффективный ресурс так что я поставлю эти два бура вот так так чтобы они выкидывали друг в друга ресурсы выкопаю единичку угля и закину в этот бур и он на эту единичку угля сможет накопать несколько десятков единичек угля и он будет кидать в соседний бур соседний бур будет на эти единички угля копать еще несколько десятков единичку угля и кидать в этот бур и они будут стакаться до 50 в одном буре может быть 50 угля а тем временем я пойду и накопаю еще камня потому что мне его нужно будет много потому что я хочу немножко больше буров я хочу 8 буров на угле 4 на камня штук 6 на железе и 2 на меди это мой стартовый стаб так что камни мне нужно много но поначалу поначалу мне нужно хотя бы там штук 10 чтобы построить два бура и они чтобы они добывали камень так что я сейчас этим займусь 10 штук два бура и я построю железный сундук него хоть 8 железных плит многовато но деревянные сундуки мне не нравится поставлю их вот так и я закину сюда этот сундук я пойду и заберу из этих буров уголь я могу с контром кликать собственно делал на на печь я держу control кликаю левую кнопку и она забирает весь излишек отсюда так что это вполне полезно и теперь этот весь излишек могу вот сюда вот вместо дерева средней кнопкой я убрал это дерево оттуда и левой кнопкой поставил туда уголь и я могу половину стак положить сюда и половину стак положить сюда правой кнопкой потом левой окей теперь там копается камень и теперь я буду бегать между этими бурами и собирать всякие ресурсы и это то что происходит в начале любого рана фактория я пожалуй так вот камень перевожу потому что дерево мне еще пригодится не камня угли дерево я тоже немножко покопаю пока это все происходит 8 1 там не знаю минут 30 каждого рана это беготня между бурами потому что старт он так работает потому что мне нужно накопить какое-то количество ресурсов чтобы построить стартовые некоторые вещи чтобы построить лабораторию а чтобы построить электростанцию чтобы эта лаборатория работала и чтобы построить немножко а исследовательских пакетов чтобы у меня добывалась наука и потом я буду строить всякие там электро буры и автоматические машины которые будут там что-нибудь крафтить и всякие подобные вещи и постепенно переходить отбегать не между бурами к тому, что у меня там все будет кататься по конвейерам. И все будет круто. Но это все будет немножко позже круто. Пока что буры. Я заказал три бура и еще одну каменную печь. Важно в таком порядке это делать, потому что если бы я сначала заказал печь, потом три бура, то эта печь ушла бы на один из буров. Потому что на буры нужна печь. Так что да. И я поставлю здесь еще два бура. И то же самое. Теперь тут четыре бура будут друг в другу угли кидать. Просто быстрее он будет добываться. Больше его будет там стакаться и все там подобное. А тут топливо немножко кончается. И откину так. И третий бур, который у меня построился, я поставлю сюда. И сюда же я поставлю печь. Это не то, что я хотел, но хотел вот так вот пока что. Чтобы просто все это работало. И теперь у меня в два раз больше добыча угля и в два раз больше добыча железа. И это все вполне неплохо. Также стоит взять еще камень. Построить еще пару буров. Построить еще пару печек. Ну хотя, наверное, наверное, стоило построить только пару буров. И еще пару буров. Так что эти печи ушли туда как раз. Потому что я хочу больше угля. Так, 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 так. И вот это вот разведывательство. Эр разворачивает объекты. Я могу вот так вот накидать, чтобы оно сразу работало. Окей, этого... Этой добычи угля мне хватит на первое время. Еще бур, еще печь. Это пойдет сюда. А справа оно пишет сколько чего. То есть каменная печь. Статус работает. Скорость производства. Продукции произведено. И так далее. Последняя строчка. Это топливо 6. В данный момент в этой печи угля. Так что я закину 5. И там будет 11. Потому что это самая незаряженная печь. И в целом все окей. Кроме того, что мне не хватает угля. Мне нужно еще 2 бура построить. И еще 2 печи. Так что... На самом деле 4 бура можно, чтобы здесь большая добыча камня была. Сюда я загружу уголь. Весь, что есть. Потому что камень это мне пригодится. Потом. Отсюда я выгружу уголь. Построю сюда еще вот это вот все. Я зажимаю control и с правой кнопкой провожу вот так вот по этому всему. И загружаю там половину угля в каждый... в каждый бур. Половину того, что у меня в руке как бы. То есть первый бур 50. Точнее, половину от 50. Во второй половине от 25. Потому что у меня осталось 25. В третьей половине от там 12. Это не суперэффективно. И это... одна из таких небольших проблем факторио. В том плане, что нет удобных возможностей взаимодействовать с некоторыми объектами. Но есть моды, которые это фиксят. Я знаю, что есть мод, в котором можно сделать так же, что я зажимаю control. Провожу по всем этим вещам. И оно не кладет в каждую из них, как только я по ней провожу. А оно кладет, когда я отпускаю кнопку, просто делит этот стак поровну на все эти вещи или что-то типа того. Но в данном случае я играю без модов. Но они есть. И они часто делают все удобнее и лучше. Или, по крайней мере, некоторые вещи. Ладно. Мне нужно еще два бура. Наверное, пяти мне хватит здесь. Так что мне нужно еще два бура и две печи, чтобы добывать медь. Потому что медь мне тоже нужна. Потому что для лаборатории нужна медь, для научных исследовательских пакетов нужна медь. Еще много для чего нужна медь. Для опор лэп нужна медь, которая мне понадобится. Для электростанции на удивление не нужна медь. Ну хотя нет, тоже нужна медь для насоса. Ну ладно. Пока что. Еще одна печь. И немножко меди. Теперь это все добывает медь. Тут у меня немножко железа. Это в принципе все, что мне нужно от твердотопливных буров. Больше я с ними взаимодействовать особо не буду. То есть я из них позабираю это все. Можно было бы побольше такого производства построить и это бы немножко может быть что-то ускорило. но в целом мне больше особенно не надо. Я сейчас добуду медь, потом построю лабораторию, потом я буду там забирать из этих буров то, что они производят и с этим взаимодействовать. Но в итоге я перейду на электробуры достаточно скоро. и после этого эти твердотопливные буры отправятся в мусор. Еще одна проблема в том, что мусора в факторе как такового нет. То есть я не могу их куда-то выкинуть и уничтожить каким-то образом напрямую. Я могу их уничтожить таким образом, что я могу сложить их в сундук и расстрелять его. И это основной способ избавляться от вещей, которые мне не нужны. Так что да. Ну ладно. У меня достаточно всего, чтобы построить лабораторию и электростанцию. Так что давайте займемся этим. Лаборатория нужна, чтобы исследовать технологии. Для того, чтобы они в ней исследовались, нужны исследовательские покеты, наука, бутылки и все там подобное. Но также нужно электричество. Лаборатория его потребляет. Электричество берется из правового двигателя, которому нужен пар. Пар создается бойлером. Бойлеру требуется вода, вода берется насосом. Так что первое, что я строю, это насос. И на него нужны шестерни, электросхемы и трубы, но все это в итоге выливается в то, что 5 железных пластин и 3 медных. После этого я строю бойлер, каменная печь и 4 трубы. После этого я строю паровой двигатель. На самом деле я могу 2 сразу построить. Я, пожалуй, так и сделаю. после этого я строю немножко труб. Я построю одну подземную трубу, ну, две, потому что сейчас вы увидите, как они работают по одной, они неэффективны, скажем так, и несколько, чтоб 5 таких труб. И, собственно, лаборатория, и я закажу один электрост, ну, опять же, два электростолба, потому что они подвостроятся, а и 5. Не, мне чего-то не хватает, мне не хватает меди. Так что я возьму еще 5, потому что мне нужно 10 науки на мое первое исследование. Тут немножко медных плит, там камень все еще добывается. Ну да, 10 науки. Я могу правой кнопкой кликать и заказывать их по 5, но проблема в том, что оно делает сначала 5 шестеренок и потом 5 науки. Если я заказываю их по одному, то оно делает одну шестеренку, одну науку, одну шестеренку, одну науку и так далее. Так что это может быть более хорошим вариантом, но с другой стороны я теперь понятия не имею, сколько у меня их тут заказано. 9 вроде, 9, 10, не знаю, в общем, если не хватит, то я потом дострою. Ну ладно, строить электростанцию и пока что науку я буду где-нибудь вот здесь, потому что мне нужна вода, и это ближайшая вода, я мог бы там строить, я мог бы еще где-нибудь строить, но тут, в принципе, достаточно адекватное место. Я снесу парочку деревьев вот тут. В воде, кстати, плавает рыба, ее можно поймать, и, по-моему, ее можно есть, чтобы хилиться или что-то такое. И также есть ачивка отправить рыбу в космос, но это не скоро. Ну и у меня уже есть эта ачивка. Ну да, да, одной науки мне не хватило. В общем, мне нужен насос, он качает воду с побережья, он ставится только на берегу, в конкретные клетки, которые отмечены. В некоторые из них его можно поставить, а тут таких нет, правда. Но в некоторых местах я навожу, и я могу нажать R, чтобы поставить его в другую сторону. Типа, допустим, тут. Нет. Ну, короче, бывают такие места, где он может быть вот тут, да. Он может быть в эту сторону или в эту. То есть его можно все-таки вращать в некоторых ситуациях, но в большинстве ситуаций он ставится только в одном варианте. Насос. Мне нужен бойлер, который я поставлю где-нибудь вот здесь. И мне нужно от этого насоса провести трубу до этого бойлера. Проблема в том, что труба это вот такая вот штука, по ней перемещается вода и все такое, но сквозь нее нельзя ходить. На самом деле, мне труб нужно немножко больше. Нельзя ходить, это минус, потому что если я тут все застрою трубой, то мне придется обходить так. Тут будут еще потом правые двигатели, сквозь которые тоже нельзя ходить, и это все не очень удобно. Чтобы все было немножко удобнее, есть подземные трубы. И подземные трубы действуют так. Я ставлю вход подземной трубы, я ставлю выход подземной трубы, и теперь тут есть вода. Тут есть подземная труба, и по ней можно ходить. Более того, на ней можно еще одну трубу поставить перпендикулярно, или можно даже подземную трубу еще одну здесь же провожать. Их можно тут провожать до хрена. Перпендикулярно. В том же направлении нельзя еще одну подземную провести, можно только наземную. Но да, это довольно удобно. Теперь у меня есть бойлер. Бойлер производит пар из воды, он потребляет 200, не 200 воды, он потребляет 60 воды в секунду, и он производит 30... 30 пар? Нет, 60 пар в секунду тоже. И также у меня есть паровые двигатели, которые потребляют 30 пар в секунду, так что один бойлер на два паровых двигателя идеально подходит. И тут расположение важно, то есть я не могу вот так поставить, потому что у бойлера именно вот эти вот два выхода, это вода, и они сквозные, то есть он может другому бойлеру передавать воду дальше, если две стрелочки вот так вот. А этот выход пар, и он не сквозной, то есть он не может принимать пар, потому что это немножко нелогично было бы. Но да. И правые двигатели тоже тут стоят, они вырабатывают электричество. У меня есть лаборатория, которая это электричество жрет. Я поставлю вот сюда пока что. И теперь мне нужно только заправить эту штуку топливом, и мне нужно, чтобы было что-то, что может потреблять это электричество, потому что лаборатория-то у меня есть, но она не соединена никаким образом. И электросеть здесь работает таким образом, что у электростолбов есть зона, на которую они подают электричество. Синий, да, синий квадрат под этими столбами. И в этой зоне должны быть источники электричества, и в этой же зоне должны быть те вещи, на которые подается электричество, не обязательно у того же столба, но у той же сети столбов. То есть, если я поставлю стол вот так, то он будет давать электричество этой лаборатории, но он не будет получать ниоткуда электричество Если я поставлю стол вот так, то он будет получать электричество от обоих этих паровых двигателей А если я его поставлю вот так, то только от одного, и этот паровой двигатель не работает никак Но при этом никуда он это электричество не выдает Я могу поставить вот так, и это будет работать, или в данном случае я могу поставить Хотя на самом деле нет, я перемещу лабораторию немножко На одну клетку Я поставлю вот так И будет работать только один правой двигатель Так что я поставлю второй Второй столб вот так Но первый я поставил здесь Потому что я хочу еще сделать манипулятор И сундук И манипулятор Это такая важная и интересная штука Это такая лапка Она берет с одной стороны что-то, что тут лежит И кладет в другую сторону Берет там, где полоска, кладет туда, где стрелка И ей в принципе пофиг что брать И что класть И ей нужно электричество И таким образом я могу например поставить этот манипулятор сюда Кинуть здесь трубу И он возьмет эту трубу и перевожит Даже если там ничего нет, даже если она просто на земле Но в данном случае Этот манипулятор поставлю сюда И я перед этим манипулятором поставлю сундук Сундук не обязательно должен быть в зоне Электризованный, потому что это просто сундук И в него я свожу весь уголь И этот манипулятор будет загружать уголь В этот бойлер Единственное, что да Манипулятору пофиг что, откуда и куда перекладывать Кроме того, что он не перекладывает вещи В какие-то тратящие То есть, типа он не перекладывает ресурсы В структуры, которые тратят эти ресурсы Если они там уже есть Если их там уже достаточно То есть, когда здесь кончится уголь Когда здесь его останется там единичка Тогда этот манипулятор будет перекладывать Также интересный факт, который я не знал Но у этой хрени есть минимальное энергопотребление То есть, просто тот факт, что подключен манипулятор к моей сети Он жрет электричество этим По большей части лаборатория, скажем, она не жрет электричество Когда она не работает И большая часть других вещей Тоже так сделаны в этой игре И также даже паровые двигатели Они не вырабатывают электричество Если оно не требуется И топливо не тратить, соответственно Но манипулятор это электричество жрет Даже тем, что он просто существует Круто Но также я закину сюда Десять штук красной науки И я открою скилл три Тех три И начну исследование Первое исследование, которое я начну Это автоматизация Это самое важное исследование в игре Потому что без него ничего не работает Но оно как бы условно первое Но на самом деле я могу изучать Любое из вот этих вот Отмеченных желтым исследований И тех три тут достаточно большое Это не все, что мне слева вот здесь вот видно В том плане, что у многих из этих вещей Несколько уровней И следующие уровни у меня здесь не показаны То есть, скажем Огнестрельный урон один Потом есть огнестрельный урон два Три, четыре и так далее И мне показан только тот, который у меня еще не изучен Первый из тех, которые у меня не изучены Так что да, технологий много Но опять же, я могу начать с любой из этих Всех Но кроме автоматизации Разве что какой-то смысл есть В военной промышленности и турелях В случае, если я играю на каком-нибудь там Смертельном мире Или чем-то, где проблемы с врагами Так что в данной ситуации нет надобности Хотя у меня есть достаточно близкие гнезда мобов Так что второй, второй, наверное, технологий Я что-то из этого выучу Но пока что автоматизация Она позволит мне строить сборочные автоматы Ассемблеры, которые собирают вещи Крафтят И также она позволит мне строить длинные манипуляторы Которые такие же, как обычные Только они через одну клетку берут И через одну клетку кладут Окей, начать исследование И теперь лаборатория будет жрать эти научные пакеты Ей нужно Она тратит один научный пакет раз в 10 секунд Каждая лаборатория И нужно всего 10 научных пакетов Чтобы исследовать это все Это то, как это менюшка выглядит И в случае более поздних, более крутых технологий Тут, например, 30 секунд исследуется каждый цикл На каждый цикл нужно одна красная наука Одна зеленая Одна военная Одна синяя И одна желтая И нужно 2000 циклов, чтобы это выучить Но это очень нескоро Так что это Это не так уж и важно Но да То есть как бы есть модификатор Времени исследований у каждой технологии свой И есть количество науки, которое необходимо У каждой технологии свое И при этом более поздние требуют Несколько видов науки Причем они требуют Одинаковое количество всего, что они требуют И По сути, начиная с какого-то уровня Они требуют все виды науки То есть нет такого, что вот На красную науку я все выучил Она мне больше ни для чего не нужна Она нужна для всего остального Что Что после После нее открывается Даже если там нужна еще какая-то другая наука Ну ладно Пока это исследуется Я вернусь Вообще Я закажу огромную пачку Деревянных столбов Поставлю их на второй ходбар И буду вести электричество в сторону своей базы Я могу зажать вот так вот кнопку И просто идти И оно ставит эти столбы На максимальной дальности друг от друга Единственное, что если я врезаюсь в какое-нибудь дерево То это все ломает Ну да Причем оно умно их ставит на максимальной дальности В том плане, что если там какое-то препятствие То оно поставит Столб до него Или после него В общем так, чтобы оно все равно не прерывалось В большинстве ситуаций Зависит от конкретного препятствия И на меня нападают Один объект был поврежден Мне нападают кусаки Это нехорошо Я могу по ним пострелять Но они все-таки убили мне Мой бур И это не то, что я хочу построить Это нехорошо Также у меня немножко кончилось топливо Ну в общем да Это то Что нехорошо в этом В этом спауне Тут были гнезда Там было гнездо Слева было гнездо Учитывая, что они верхние буры начали жрать Наверное, они слева сверху пришли Я с этим прямо сейчас Ничего особо не могу сделать У меня есть пистолет Но он не очень эффективен Так что Так что да Он как бы достаточно эффективен Чтобы отбиваться От таких вот Мобов Когда они там по двое приходят Ко мне На базу Но этот пистолет Недостаточно эффективен Чтобы убивать мобов На их базе Так что второе исследование Это явно будет Военная промышленность И это позволит мне Скрафтить пистолет-пулемет Дробовик И патроны для дробовика И пистолет-пулемет Уже будет немножко получше И тут нужно 15 науки И Точнее, нет Тоже 10 науки Но они по 15 секунд изучаются Так что да Это достаточно быстро тоже И теперь у меня есть Вот такая вот хреновина Сборочный автомат Я сразу построю несколько штук Я также построю несколько манипуляторов Я также хочу еще больше Угля Я хочу этот уголь сюда заправить Проблема в том, что тут тоже нет топлива В общем да У меня все это строится Электричество я так и не довел Потому что на меня напали Я также хочу немножко сундуков Наверное, правее я его хочу вести На самом деле Типа вот так И теперь я пойду И снесу лабораторию Перемещу ее сюда Я не могу То есть я могу Стоп Там есть кабель Там есть кабель Он просто не рендерится почему-то На таком приближении Лабораторию опять же Я ее не могу сломать Точнее могу Я могу по ней стрелять И таким образом ее сломать Но я не могу ее именно Что снести так Чтобы ее у меня не было Не стреляя по ней Но я могу ее разобрать Правой кнопкой Она обратно ко мне в инвентарь пойдет И я смогу ее в другом месте поставить А пока что я наверное Руками сделаю 10 Такого я не уверен Сколько Вот так Нет Вот так вроде бы Не уверен сколько я заказал Но да Мне сейчас немножко нужно Немножко срочно нужно науку Я воткну лабораторию Вот сюда Закину в нее это И теперь давайте разбираться Со сборочными автоматами Нет Не красная Желтый манипулятор Сборочные автоматы Это Первое Что дает мне технология автоматизации Это первый элемент автоматизации в игре Ну Не считая собственно этих Манипуляторов самих Которые как бы тоже элементы автоматизации Но в общем суть в том Что эти Эти сборочные автоматы Это по сути заводы Я в них кладу ресурсы И они там крафтят Что-то из этих ресурсов И выдают мне результат Мне нужно класть в них ресурсы Каким-то образом Для этого у меня есть манипуляторы Мне нужно забирать из них результат Каким-то образом Зачем я забрал уголь Нужно забирать результат Каким-то образом Но для этого у меня есть манипуляторы И в общем у меня для всего есть манипуляторы В частности В частности В частности я неправильно поставил лабораторию Нужно было ее поставить на одну клетку выше Но это не так же важно Семь науки еще Не уверен сколько мне нужно Там же часть исследовалась Ну ладно Я могу крафтить науку Здесь Для этого мне нужно Одну медную плиту И одну железную шестерню Всего сырья Две железных плиты И одна медная Потому что одна железная шестерня Это две железных плиты Так что так Я могу сюда закинуть Эти шестерни И эти медные плиты И оно будет крафтиться И оно будет выкладывать Но вместо того Чтобы туда просто Это все закидывать Я могу сделать хитрее Я могу построить Здесь завод Который будет делать Железные шестерни И закидывать их так И я могу поставить Здесь сундук И закинуть в него Вот это вот все И этого достаточно На сто Сто пакетов науки Потому что на каждую Нужно две Железных пластины И одну медную И я закинул 200 и 100 Так что теперь у меня Наука будет крафтиться Нон-стопом И туда закидываться И все будет изучаться само Еще одна вещь Которую я хочу Сразу же поставить на крафт Учитывая мою текущую ситуацию Это магазины С патронами Это просто патроны Которые я буду тратить На то чтобы убивать врагов И я закину сразу Четыре Четыре стака сюда Это даст мне Сто патронов И надеюсь мне этого хватит На какое-то время Также я пойду Закину еще уголь туда Потому что Печи мне понадобятся массово Окей Военная промышленность выучилась Я могу скрафтить броню Я ее до этого еще мог скрафтить Броня Защищает меня От некоторых типов урона 20% защиты от кислоты 20% И 2 единицы урона Защиты от взрывов 10% Защита от огня 20% И 3 единицы Защита от физики То есть она На 3 урон Понижает И на 20% Я не уверен в каком порядке И это немножко важно Потому что Если сначала на 20 Потом на 3 То это эффективнее Чем если сначала на 3 Потом на 20% Но я не уверен Но по сути Не так уж и важно Потому что тут Я случайно выстрелил Тут нет такого Такого что типа Вот эта броня лучше В такой ситуации Та броня лучше В другой ситуации Тут просто есть Легкая броня Есть тяжелая броня Там или какая-нибудь Средняя броня Которая лучше Тяжелая броня Которая еще лучше Там модульная броня Которая еще лучше Силовая броня Которая еще лучше То есть каждая следующая броня Просто по всем параметрам Лучше предыдущей Так что в принципе Не так уж и важно Но да Также я могу сделать Пистолет-пулемет Пока я его делаю Я возьму этот пистолет И перевожу его в другой слот Потому что Пистолет-пулемет Докрафтится И сразу и крепится В первый свободный слот В данном случае это слот с патронами. Удобно. Также я повредил эти буры. Во-первых, один из них повредили мобы, а второй повредил я. Я построю ремонтный набор, и им я просто могу вот так вот починить. Он чинит какое-то время, там просто типа одного хп не хватало, так что он мгновенно починил. Но так нужно стоять, задержать кнопку, чтобы он чинил. Ладно. Я возьму немножко всяких ресурсов. Я построю еще несколько сборочных автоматов, я построю еще несколько такой хрени, и я построю... Что еще? Радар я могу построить. И, наверное, это сделаю. И дальше я просто закажу в каменные печи все сто с чем-то там, сколько я мог заказать. На самом деле я могу, по-моему, control-click, чтобы заказать все, на что у меня есть ресурсы. Но я этим настолько редко пользуюсь, что я забываю, что оно существует. Ну ладно. А что мне еще нужно крафтить, кроме науки и кроме... патронов в данный момент? Мне не помешают манипуляторы. Так что можно с ними заморочиться. Это немножко сложнее, потому что там нужно... не как науки шестеренки и железные пластины, а там нужно шестеренки электросхемы и железные пластины. Во-первых, три ресурса, во-вторых, два из них комбинированы с железным шестеренком. Не, один из них комбинированный. Потому что этому тоже нужно два ресурса. Так что надо каким-то образом это все размещать. Я буду строить не вокруг столба, а отдельно, и сюда потом электричество проведу. Так, так, так. Потому что... Этому нужны железные плиты, этому нужны железные плиты, и этому нужны железные плиты. То есть железные плиты мне нужны в трех местах, по сути. Хотя, наверное... Не уверен, что это так будет работать. Типа... Это завод манипуляторов. Ему нужно... Фига! Ладно, манипуляторы подождут, я пойду убивать мобов. Я построю два электробура. Пока что. Чтобы это все заменить. Ну ладно, это уже немножко больше толпа. Электробуры. Они, во-первых, три на три, они две на две клетки. Во-вторых, они копают вокруг себя, в радиусе. А в-третьих, они работают от электричества, а не от... Не от твердого топлива. Так что... Мне нужно провести сюда провод. И буры будут работать. И я поставлю просто цундук. И они его будут постепенно заполнять. Один электробур копает как два обычных. По-моему. Скорость добычи 0,25 в секунду. Скорость добычи 0,5 в секунду. Так что да. Копают они быстрее. Так что это, по сути, как четыре копает. У меня, конечно, было... 8. Но я думаю, этого мне на первое время хватит. Ну ладно. Поехали. Убьем мобов. И потом будем разбираться с производством. Они приходили откуда-то сверху. Отсюда, наверное. Наверное, отсюда. Это неприятно. Это четыре гнезда. Улей-кусак. Улей-плевак, улей-плевак, улей-плевак. Плевать, по-моему, не могут сейчас спауниться. Так что, хрен его знает. Они будут спауниться-кусать просто. Огромный толпа мобов. Два небольших червя. И это, собственно, все, что здесь происходит. Улей-спавнит мобов. Черви, по сути, как турели работают. И фишка в том, что у меня есть загрязнение на карте. Такое вот красное облако. И когда оно доходит до улья, он начинает спаунить мобов и отправлять их на мою базу. Бороться с загрязнением. Время от времени. То есть он не нон-стопом их отправляет. По крайней мере, это зависит от количества загрязнений, наверное. Но да. Так что надо с этим что-то делать. Прийти и убить улей. Проблема в том, что я его сейчас хрен убью. Потому что улей здесь аж 4. И черви, и вообще все плохо. Когда я стреляю, я замедляюсь. Стрельба на пробел. И это нехорошо. И также у врагов есть упреждения. Они грамотно стреляют, так что... Все не совсем идеально и в этом плане. Наверное, я хочу просто червяят фокусы сначала. Также еще один момент. Они стреляют кислотой, которая остается лужами на земле. Так что даже если он по мне промахнулся, он оставляет землю дамажищую. И это нехорошо. Ну ладно. С этой стороны я могу... А, нет, не могу, потому что у меня патроны кончились. Ок. Я их не взял на базе. Ну, у меня есть железо, так что я закажу еще. Ну да, с этой стороны я могу эти улей немножко расстреливать так, что... В меня не стреляют в ответ. Но из них постоянно спавнятся новые мобы и приходят. И... Патроны выжираются достаточно массово, потому что ДПСа у меня в данный момент как-то нет. Хотя бы один снести уже легче будет. Но патроны кончились. Может быть, дробовик был бы более хорошим планом, на самом деле, на этом этапе. Ну ладно, я все-таки схожу на базу, возьму ту сотню патронов, которые я там заказал. Потому что с этим надо разбираться. И как бы больше патронов я не могу крафтить. Ладно. Неприятный старт. Ну окей. У меня есть радар, который я достроил. Я могу его поставить. Он жрет электричество, причем довольно много. И он, во-первых, подсвечивает вокруг себя зону на карте. Вот этот вот квадрат. В этом квадрате я могу призумить карту. Тут видно вообще все, что происходит. Тут будут видны враги и все там подобное. И также он постепенно заполняет полоску сканирования сектора. Когда она заполнится, он подсветит квадрат. Такой, какими открывается карта. То есть такой вот квадрат. Где-то на границе видимости, который у меня не исследован. У него есть максимальный радиус. То есть когда он этот максимальный радиус весь заполнит, то он будет просто заново подсвечивать квадраты, которые он уже до этого подсвечивал. Но по сути вот он открыл кусок карты, который мне не был виден до этого. Удобно. Ладно. 70 магазинов. Я закину еще уголь сюда. Потому что я не хочу остаться без железа. Я возьму еще железо. И пойду еще раз воевать. Может быть немножко более успешно. Ну хотя один улей я тогда убил. И теперь там будет спауниться немножко меньше мобов из-за того, что я один улей убил. Наверное. Я не уверен спауниться ли из улей вплевак хоть какие-то мобы. Ну не, 100% небольшой кусок. То есть она все равно спаунит небольшой кусок. Большими толпами. Окей. Так что все улей стоит убивать. И у меня и у врагов есть реген, который вне боя. То есть если я не стреляю и если я не получаю урон, то у меня через какое-то время активируется регенерация. У врагов тоже. То есть я эту улей наполовину снес, потом ушел, потом пришел и он снова полностью живой. И это нехорошо. Также я не начал новое исследование. Но наука не тратится, пока она... Пока я ничего не исследую. То есть я просто трачу немножко времени. Ну да. Отсюда я могу стрелять так, чтобы меня червь не стреляет. Это удобно. Хватит ли мне вообще на все эти улей патронов? Не факт. Ну окей. А червь, по сути, турель. Он ничего не делает, кроме того, что он турель. И в принципе, мне не обязательно его убивать. То есть улей спавнить мобов. Червь. Пока я к нему не подхожу, он мне ничего не делает. Так что пусть он там остается. Я просто уйду. И он мне не мешает. Если... То есть когда-нибудь я тут буду проходить мимо или что-нибудь еще делать. Тогда его придется убить. Но прямо сейчас я не хочу на него тратить патроны. И так все плохо. Ну ладно. Вернемся к... Чему-нибудь. Может быть. Для начала к тому, что я хочу еще железо взять. Тридцать. Но также, да. Сборочный автомат лапок. Ему нужны железо. Ему нужны шестеренки. Которым тоже нужно железо. То есть это примерно вот так. Вот так. И ему также нужны электросхемы, которым тоже нужно железо. И я не смогу и докидывать железо из этого сундука. И одновременно с этим... Каким-то образом из заводов, который докидывается железо из этого сундука, докидывать электросхемы туда. Так что мне придется просто поставить еще один сундук. Так что я поставлю сюда завод электросхем. И им, кстати, нужны медные кабели еще. Так что им нужно железо и медь. Так что мне нужен еще один завод. А, нет, у меня уже был еще один завод и наркоман. Ладно. Мне нужен сундук вот здесь. И получается здесь будет железо и медь. Это две железных плиты. Это одна железная плита. То есть три железных плиты нужно на манипулятор. И одна железная плита. То есть четыре нужно всего. И одна из них нужна сюда. Так. 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 И так. На эти схемы нужна одна единица железа на полтора единицы меди. Я могу, конечно, 150 закинуть. Не, не так. Правой кнопкой я забрал половину. И я могу правой кнопкой один раз вот так вот кликать. Вот. 100-150. То есть это на 100. Таких схем. И это на 100. На 100 манипуляторов. Теперь нужно всего лишь куда-то их выкладывать. И провести сюда электричество. И это немножко нелегко. Я могу. Я, в принципе, могу построить, типа, так и так. Это достаточно электричество. И манипулятор сюда. И ящик сюда. И теперь у меня есть производство 100 манипуляторов. И это хорошо. А тут у меня наука. Я поставлю изучаться логистику. Наверное, турели мне не очень нужны, потому что их достаточно дорого строить на этом этапе. Так что я не особенно хочу заморачиваться. Они довольно эффективны. Они хорошо защищают мою базу от вражеских атак. Они хорошо защищают гнезда. Если я подхожу к гнезду и ставлю вокруг него пачку турелей, только нужно их патронами заряжать. И это не особо удобно. Но, в принципе, на этом этапе чуть-чуть дорого и долго их производить. Так что я выучу логистику, потому что логистика — это нормальное второе исследование. Когда у меня нет врагов под боку, под боком и мне не нужны оружейные исследования. Потому что логистика дает мне подземные конвейеры и разделители, сплиттеры. И это все связано с конвейерами. И конвейеры — это немножко важно. Так что, ладно, пусть учится это. Я хочу еще производство буров, наверное. И производство конвейеров наладить по-быстрому. И на этом я на сегодня закончу. И для этого всего мне нужны еще ресурсы. А меди поначалу нужно сильно меньше, чем железо. Поначалу как сейчас, так и когда у меня уже пойдет полноценная база. Потому что это все еще не полноценная база. Это такой недоситап. Когда у меня непонятно, что происходит и непонятно, что делается. Но даже когда я буду уже строить полноценную базу меди, там вначале нужно достаточно мало. Так что сейчас у меня там 5 копалок железа, 2 копалки меди. И то я медь не всегда успеваю забирать. Она иногда простаивает. И ничего. Ну ладно. Электробур тратит довольно много ресурсов, но делается по сути так же, как вот эта вот хрень. Так что я могу по сути скопировать этот сетап. Причем я могу его просто именно что скопировать. Я могу зажать shift и нажать правой кнопкой на этот завод. И потом левой кнопкой на этот завод. И скопировать все параметры. То же самое тут, то же самое тут. И это достаточно удобно. И это работает со многими вещами. Мне нужен еще один сундук. И мне нужно некоторое количество манипуляторов, но они у меня строятся, к счастью. Так, так, так. Мне чуть-чуть в лом высчитывать нужное количество всего этого. Что, типа, на один бур нужно три электросхемы. Но, по сути, высчитывать не так уж сложно. Потому что я знаю, что на один бур нужно 20 железных пластин. 23 из них, 3 в электросхемы. И 4,5 меди тоже идет в электросхемы. Так что, в принципе, 20 сюда, на каждые 3 сюда. Но мне все равно немножко для этого считывать. Так что я положу, не знаю, там. Полстака сюда и стак такого. С копейками. И два стака сюда. И посмотрим. Только мне еще нужно вот это. Все. Вроде бы все. Окей. Это работает. И теперь у меня будет производство электробуров постепенно налаживаться. И также производство... Блин. Везде не построить, как я хочу. А также производство конвейеров. Вот тут у меня будет построено. Можно еще сделать там производство железных сундуков. Производство электростолбов. Хотя для них все равно нужно рубить деревья. И рубить их нужно руками. Производство печей. То есть все это можно сделать, чтобы оно быстрее производилось. Но. Не критично. Прямо сейчас. Тут конвейеры. Тут шестеренки. На конвейер нужно одну шестеренку. И одну железную плиту. И мне нужно еще больше железных плит. Сильно больше на самом деле. Потому что я бы еще хотел патроны все-таки производить. А не просто построить завод по их производству. Так. 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 И так. Я выкинул все. Контрол. Левый клик. А. Почему? Я не слышу оповещения, что на меня нападают. Не уверен. Если я беру в инвентарь поврежденные объекты, то они остаются поврежденными. То есть вот это вот повреждено. Я могу его поставить и починить. Не очень нужно. Ну ладно. А откуда это прибежало? Там есть гнездо. Оно довольно близко. И до него достает. Но мне кажется, там они должны были бы пробегать мимо этого камня. И снести сначала это все? Не? Так что, может быть, тоже слева. Там дальше есть еще что-то. Но я пойду и снесу это гнездо сначала. Может быть, если мне хватит патронов на это. Тут, кстати, просто гнездо. Я не уверен, что пяти магазинов хватит. Не, явно нет. А пока я буду бегать за патронами, она отрегенит. Слишком много мобов на старте. Слишком близко мобы на старте. Надо было больше делать безопасную зону. Но хотя я ее и так, по-моему, больше делал, правильно? Так что, как-то все печально. Так, почему это не... А, потому что я забыл вот это поставить. Или меня мобы отвлекли скорее. Ладно, логистика закончена. Я поставлю делать огнестрельный урон. Потому что это то, чего мне не хватает прямо сейчас. Этого и патронов. Сборочные автоматы первые крафтят медленнее, чем я. Конкретно в два раза медленнее. Скорость производства 0.5. То есть я руками эти магазины, на самом деле, в два раза быстрее сделаю, которые там делаются. Так что, может быть, имеет смысл. Но это справедливо только если я... Если один сборочный автомат крафтит что-то. И я один крафчу что-то. То есть в данном случае конвейеры... Мне нужно сначала полсекунды крафтить железную шестеренку. Потом полсекунды крафтить конвейеры. Тут один завод полсекунды крафтить шестеренку. Другой полсекунды крафтить конвейеры. Но после первого удачного крафта они уже... Короче, они в итоге крафтят с той же скоростью, что и я. Потому что два завода работают. Наверное, логично. Так что это все хорошо. Но магазины я буду делать руками. И так же руками я буду делать печи. У меня их уже 104. Мне их нужно, скорее всего, сильно больше. Как... Шифт для выклика все построить. Ну ладно, посмотрим. Гнездо отхилилось. Но я пришел с патронами, так что теперь мне их хватит. Их все равно дофига нужно. Возможно, все-таки дробовик был бы более хорошим вариантом. Потому что... Тут 5 урона за выстрел. Тут 12 на 5. Хм... Это 12 дробин по 5 урона или... 5 дробин по 12 урон. Потому что если 12 дробин по 5 урон, то дробовик вряд ли был бы более эффективным. Потому что суть в том, что у мобов, как и у меня, есть броня, которая снижает урон на фиксированное количество. И на процент. То есть, если я стреляю по мобу автоматом, который наносит 5 урона, и моб при этом блочит 3 урона, то я наношу по 2. Если я стреляю автоматом по тому же самому мобу, который наносит там дробовиком, или еще чем-нибудь, который наносит там 20 урона, то как бы... Снижается мой урон заметно слабее. Так что если дробовик за выстрел больше дамажит, то... Может быть, именно за дробину. Может быть, он был бы эффективнее. Но я на самом деле не уверен, что из этого количество дроби, а что из этого урон. Так что у него есть минимальная дальность, то есть он совсем в упор не дамажит вообще. Интересно. Ладно, я пойду все-таки посмотрю, что слева за гнездо. И попытаюсь с ним разобраться. И, наверное, на этом закончу. Потому что если отсюда ко мне приходят мобы, то это нехорошо. Там куча червей. И не уверен, насколько это хорошо видно ночью. По-моему, в старых версиях ночи были явно... Не явно. Заметность темнее. Но я все равно не уверен, насколько хорошо видно ночью на ютубе. Но тут много червей и два гнезда, но при этом я могу стрелять по этим гнездам. Так что червя меня не трогают. Так что, в принципе, я не против. О, тут трогают. А тут не очень. Ха. Сохранение. Всегда в самые неподходящие моменты. Ну ладно. Пять червей. Страшно. Я вряд ли смогу сейчас эффективно пять червей убить. Так что я пойду. Но гнезда я убил, так что мобы оттуда приходить больше не будут. Так что это хорошо. Ну ладно, немножко производства у меня есть. Мне нужно больше ресурсов. И мне нужно с этими ресурсами что-то делать в будущем. Но это все в будущем, в следующем видео. А пока что я вернусь на базу и на этом закончу. Также мне нужно больше печек. Ну да, их понадобится очень много. Я об этом начал чуть-чуть говорить. Я не уверен, что я смогу все там 250 или сколько я их сейчас накрафчу использовать. Потому что в какой-то момент я перейду на стальные печи с каменных, которые эффективнее. И как бы всего мне понадобится. 250 печей совершенно изи. Без проблем. Но возможно я перейду на стальные до того, как я успею все эти 250 построить. И стальные делаются не из этих, а они совершенно отдельная тема. Так что... Так что да. Может быть. Может быть все я их не успею использовать. Но в таком случае можно будет их там выкинуть или еще что-то. Что-то из них крафтится. Кроме твердотопливных буров. Так что куда-нибудь их наверное получится использовать. В какой-то момент. Но может не совсем в ближайшем будущем. Ну а пока что у меня немножко производства конвейеров. У меня немножко производства патронов. У меня немножко производства науки. Что всегда полезно. Электробуры, которых в принципе очень много поначалу не нужно. Но какое-то количество их произведется и хорошо. И манипуляторы, которых нужно всегда много. Тут медь кончилась. Видимо. Так что это все хорошо. И дальше следующий этап это построить добычу с электробурами. И построить большую такую эпичную плавильню, в которой будет плавиться все, что производится. Чтобы не было такого, что вот у меня тут буры. Тут же какие-то там печи. Это неэффективно. Вместо этого эффективно, что у меня тут буры. Они выкладывают все на конвейер. Конвейер идет куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь. Наверное вот сюда куда-то. А и здесь стоит здоровая печь, которая все это переплавляет. И там будет... Собственно там будут эти 250 печей. Не сразу, но постепенно они там будут. Наверное напоследок, что я сделаю. Это я как раз таки построю электробуры. Потому что мне явно не хватает железа. И я пока что построю такой вот временный стаб. Поставлю конвейеры. Конвейер. Основа Факторио, по сути. А, собственно, конвейер, он везет предметы. У него две стороны. Я могу на него кидать предметы. И они едут по этой стороне, пока не дает до конца конвейера. Или до чего-то, что их сможет там забрать. Лапка или еще чем-нибудь. И в данном случае я могу построить такой простой временный сетап. Не, на самом деле не такой. Чтобы, во-первых, поближе это все было. Во-вторых, побольше было производства. Ну типа... Так. Потому что мне сейчас очень не хватает железа. Ладно. Во всем странный сетап. Но теперь у меня тут будет копаться железо этими... Этими электробурами или не будет? А, не будет, потому что у меня уголь там кончился. Да? Да. У меня там кончился уголь. Так что сейчас я еще это закину. Ну и я его тогда туда положил типа 200. То есть все это время оно работало с 200 угля. Сейчас оно будет работать с 1000 угля. Так что, наверное, немножко надольше хватит. И потом я сюда просто подведу... Окей. А, я сюда подведу конвейер с углем. И оно будет работать непрерывно, пока не кончится уголь на базе. Ну да. А, теперь у меня тут будут эти электробуры копать. Выкладывать на конвейер. Конвейер чуть-чуть едет. И выкладывает в каменные печи. И каменные печи прямо здесь крафтят. Железные пластины. И я такой же примерно сетап буду в следующем видео делать. Только масштабнее. И угли я туда тоже буду подвозить конвейером. Чтобы я вообще ничего с этим не делал. То есть сейчас мне сюда нужно время от времени уголь закидывать, чтобы оно работало. Там оно будет работать непрерывно, без особого моего участия. Пока у меня копается на базе где-то уголь. Но это все будет в следующем видео. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.